Какие технологии Аякс? Посмотрим, как используется Аякс в браузере, как он реализован, и разберем те нюансы, которые возникают на стороне сервера. Итак, Аякс расшифровывается как асинхронность JavaScript и XML. XML – это исключительно историческое название, к XML это не имеет никакого особого отношения. Фактически, с помощью технологии Аякс можно отправлять формы на сервер и загружать данные с сервера без перезагрузки основной веб-страницы. Мы говорили про это в начале курса, что существуют классические веб-приложения, которые работают по принципу «отрисовал веб-страничку». Любое действие пользователя приводит к перерисовке страницы, то есть загрузке полностью новой страницы. Аякс позволяет загрузить страницу один раз и потом обмениваться небольшими кусочками данных без перезагрузки основной страницы. В принципе, это дает большое количество преимуществ, как-то отзывчивый пользовательский интерфейс, то есть не нужно ждать перезагрузки страницы, уменьшение сетевого обмена. И, в общем-то, это в целом даже упрощает пользовательский интерфейс. Давайте рассмотрим, как Аякс вызовы делаются на стороне клиента. Ну, по сути дела Аякс – это некоторая API, которая браузер предоставляет... точнее, Аякс – это общее название технологии. Реализован он с помощью специального API, который представлен объектом XMLHttpRequest. Это API браузер предоставляет в JavaScript. Для того, чтобы сделать асинхронный запрос, в коде веб-страницы, в коде JavaScript, которая работает, нужно выполнить следующие команды. Во-первых, создается новый объект XMLHttpRequest. По факту, в разных браузерах этот объект называется по-разному. Поэтому здесь мы приводим стандартное описание, но для разных браузеров этот объект называется по-разному, поэтому там нужно перебирать название. Далее. Вызывается метод Open. Метод Open указывает, с каким методом и по какому URL нужно отправлять данный запрос. Метод Post. HTTP метод Post. URL. Вот такой. И третий флаг True означает, что запрос должен быть асинхронным. Теоретически, AJAG запрос может быть синхронным, то есть блокировать выполнение JavaScript кода, но это практически никогда не используется. После того, как мы вызвали Open, мы должны задать функцию обработчик. То есть, каким образом происходит выполнение запроса. Когда запрос завершен, JavaScript вызовет некоторую функцию Callback. И внутри этой функции мы получим результаты выполнения. В оригинальном API этот Callback записывается в переменную onReadyStateChange у объекта XMRHTPRequest. И на самом деле эта функция вызывается несколько раз при разных состояниях запроса. Когда он был отправлен, когда был получен ответ и тому подобное. Чаще всего нам нужно только одно из этих состояний, поэтому делается вот такая проверка. ReadyState равняется 4. Это значит, что был получен ответ либо ошибка. И когда будет вызвана вот эта функция, вот она. И ReadyState будет равняться 4. В объекте XMLHTPRequest будут доступны разные переменные, соответствующие данным HTTP ответа. В частности, статус ответа, тело ответа и так далее. Окей, мы задали функцию обработчик. И теперь мы делаем вызов Send. Send это фактически отправка запроса. В метод Send передается тело запроса. Причем тело должно передаваться уже в закодированном виде. В нашем случае это xvvurlformencoded. То есть, известное нам кодирование данных формы. Все. В данный момент браузер отправляет HTTP запрос. Но это он делает в фоне. Страница остается доступной. С точки зрения протокола HTTP, это совершенно обычный HTTP запрос. То есть, никаких особенностей у него, в общем-то, нету при вот таком использовании. Дальше. На практике вот использование такого сырого API, то есть, в том виде, в котором оно описано в стандарте, это довольно проблематично из-за, ну, во-первых, оно просто не очень удобно, это API. А во-вторых, оно немножко отличается в разных браузерах. Поэтому фронтенд-разработчики часто используют различные библиотеки, обертки для работы с AJAX. В частности, очень популярна библиотека jQuery. С помощью нее AJAX-запросы делаются следующим образом. Сначала делается вызов метода AJAX. Вот здесь мы видим аргументы, которые ему передаются. Они передаются в виде объекта. В общем-то, аргументы все те же самые. Указывается метод запроса, указывается URL запроса, и указываются данные, которые будут отправляться. В данном случае библиотека jQuery берет на себя сериализацию данных, поэтому данные могут передаваться просто в виде объекта JavaScript. То есть, это естественный способ указания данных для JavaScript-программистов. jQuery сама сериализует эти данные в нужный вид, так как будто отправляется форма с двумя инпутами, post-id и текст. Ну, в данном случае мы пытаемся отправить некоторый запрос на добавление комментариев. В результате вызова функции AJAX возвращается специальный объект, так называемый Promise. Это чем-то похоже на Lazy объекты. Суть в том, что у Promise объекта есть два метода, success и error. С помощью этих методов мы можем задать функции обработчики. Фактически мы задаем две функции обработчика. Одна функция success будет вызвана при успешном выполнении ответа, то есть, код 200, если вернулся к HTTP. Функция обработчик error будет вызвана при неуспешном, то есть, если 400 и 500 и коды ответа будут вернуться. Далее, когда срабатывает функция обработчик успешного ответа, она получает некоторый объект data. Объект data зависит от того, какие данные вернул сервер. В данном случае мы предполагаем, что сервер возвращает данные в формате JSON. JSON, JavaScript Object Notation, это естественное представление данных в JavaScript. Ну, фактически очень похоже на вот эту строчку. Поэтому jQuery автоматически преобразует ответ в формате JSON в обычный JavaScript объект. Поэтому data будет обычным JavaScript объектом. В частности, мы можем проверить какое-то поле, например, статус, проверить, что он выполнен успешно, и использовать какое-то другое поле, например, идентификатор новосозданного коммента. То есть, мы видим, что с точки зрения JavaScript программиста, он работает как будто с вызовом какой-то функции. Никакой сериализации и десериализации не происходит. То есть, это все спрятано внутрь jQuery. Сервер при этом должен возвращать данные в формате JSON. Это то, что касается использования jQuery на стороне клиента. Как мы видим, все довольно просто. Нужно сделать вызов и передать функцию обработчику. Какие есть нюансы и ограничения у AJAX запросов? Первый нюанс, про который нужно знать, это так называемый Same Origin Policy. Same Origin Policy – это набор правил, которые позволяют браузеру обеспечивать безопасность и изолировать разные веб-приложения друг от друга. Помните, мы говорили, что куки привязаны к домену веб-приложения, с которого они были поставлены, и каждое веб-приложение только свои куки видит? Вот это часть Same Origin Policy. Другая часть заключается в том, что AJAX запросы можно отправлять только к своему домену. То есть, ваше приложение может с помощью AJAX запрашивать только свой домен. Картинки либо JavaScript вы можете в браузере загружать с любого домена, например, CDN с какого-нибудь. А AJAX только к своему. И как послабление к такому ограничению в современных браузерах есть технология Cores. Про нее мы поговорим в конце урока. Эта технология позволяет точечным образом обойти ограничения Same Origin Policy и передавать данные с помощью AJAX запросов между разными доменами. Второе ограничение. Первое мы разобрали. Второе ограничение. Поскольку данные передаются в явном виде, то есть в качестве просто строки в метод send, мы видели в самом первом слайде, там создается объект XML 6.request, и у него вызывается метод send. И все данные передаются строкой. Этот подход мешает нам передавать файлы. То есть, поскольку с помощью JavaScript мы не можем прочитать содержимое файла, мы не можем загрузить файлы с помощью AJAX. Однако, как послабление к данному ограничению, в HTML 5 есть специальная технология FormData. Ну, опять-таки, это чисто фронтен технология, которая позволяет обойти данные ограничения. Вот первые два пункта, это именно как бы ограничение технологии. Теперь некоторые особенности, про которые нужно помнить, когда мы работаем с AJAX. Первая особенность, это то, что AJAX-запросы, фактически, с точки зрения сервера, с точки зрения протокола, они неотличимы от обычных. То есть, в них используются все те же самые заголовки, все то же самое, что и при обычных запросах. Поэтому сервер не всегда может понять, что запрос был сделан с помощью AJAX. Как с этим работать? Нужно сказать, что большинство современных библиотек для работы с AJAX, например, jQuery, сами добавляют специальный заголовок. То есть, если вы делаете запрос с помощью jQuery, у запросов будет специальный заголовок xRequestedWith равняется xml.htpRequest. Вы можете ориентироваться по данному заголовку. Например, Django так и поступает. Во-вторых, частой практикой является просто разнесение обычных запросов и AJAX-запросов по разным урлам. То есть, все AJAX-запросы, например, идут на отдельные урлы. Каждая вьюшка обрабатывает либо AJAX-запрос, либо обычный запрос. То есть, просто не смешиваются такие вьюшки и, в принципе, это позволяет решить проблему. Ну, это не ограничение, это особенность такая, что с точки зрения сервера, AJAX-запросы – это обычный HTTP-запрос. Но все-таки у них есть отличие с точки зрения того, как ведет себя юзер-агент, то есть браузер. Разница между обычным запросом и AJAX-запросом в том, что обычный запрос загружается в основное окно. Соответственно, веб-сервер может использовать стандартные методы обработки ошибок. Если не найдена страница, например, отдать 404. Пользователь действительно увидит глазами 404-ю страницу. Как правило, на нее можно поставить какую-то заглушку с объясняющим текстом, и он поймет, что страница не найдена. Если у пользователя нет прав для просмотра этой страницы, можно отдать код ответа 401, браузер покажет диалог, либо можно сделать редирект, если мы используем авторизацию с куками, можно сделать редирект на страницу авторизации, пользователь увидит форму авторизации и сможет авторизоваться. В случае с AJAX-запросами все это тоже можно сделать, но проблема в том, что пользователь этого не увидит. То есть в результате того, что вы вернете какой-то 404-й код ошибки, либо сделаете редирект на страницу авторизации, в итоге все данные попадут в функцию обработчик ошибки, либо функцию обработчик успеха, то есть в коллбек, который задал JavaScript-программист. А дальше зависит от того, что JavaScript-программист сделает. Если он просто проигнорирует ошибку, пользователь никогда про ошибку не узнает. Поэтому для правильной обработки разного рода ошибок требуется взаимодействие, тщательное взаимодействие программиста backend и программиста frontend. И, собственно говоря, сейчас мы перейдем к описанию того, как это взаимодействие удобно организовать. Начнем с рассмотрения простого варианта, при котором обработчик AJAX-запросов возвращает HTML-данные. Действительно, существует, на самом деле, распространено два варианта, при котором возвращаются HTML-данные и возвращаются структурированные данные в виде JSON либо XML. Загрузка HTML-данных популярна при динамической перерисовке страниц. Например, когда вы хотите загрузить еще немножко комментариев, либо перейти к следующей странице новостей, не перезагружая остальную. То есть, когда вам нужны просто данные. В этом случае обработчик AJAX-запроса отдает обычную HTML-страницу практически точно так же, как он делает это при обычном запросе. Вот здесь приведен пример. Ничего необычного мы не видим. Получаем идентификатор поста. Загружаем сам объект поста. С помощью функции Pagenate, про которую мы говорили, свойства post comments, то есть список комментариев данного поста, мы получаем следующий набор комментариев, следующую страницу с комментариями. И, соответственно, отрисовываем ее с помощью шаблонизатора. Единственный нюанс, про который здесь следует упомянуть, это то, что вот в этом шаблоне отрисовывается только страница комментариев. То есть, этот шаблон не рисует обвязку сайта. Ни заголовок, ни хедр, ни футер, никакие джава-скрипты и стили туда не загружаются. Здесь только HTML, содержащий комментарии. Все, больше здесь ничего нет. Это существенно уменьшает объем данных. Такой подход, то есть загрузка HTML данных с помощью AJAX используется, когда маловероятны какие-то ошибки. То есть, загрузка комментариев не проверяет авторизацию и практически никаких ошибок здесь быть не может. То есть, которые следовало бы показывать пользователю. Единственная ошибка, если может быть 404, если неправильный пост-ID. Но поскольку пост-ID формируется с помощью JavaScript, то есть вы же сами указываете, какой пост-ID выбирать, поэтому такую ошибку можно не показывать. Главное, чтобы следить, чтобы у вас в JavaScript были правильные идентификаторы. В более сложных случаях нам необходимо каким-то образом структурировать данные. Например, при отправке форм нам нужно сообщить об ошибках. На сегодняшний день для передачи данных между фронтендом и бэкендом чаще всего используется JSON, ну имеется в виду при AJAX запросах. JSON используется по двум причинам. Во-первых, это естественная структура для JavaScript, то есть браузер очень легко преобразует JSON в JavaScript объекты. А во-вторых, JSON легко, более-менее легко преобразуется в структуры на динамических языках программирования. То есть JSON легко сериализуется в Python, из Python структур списков объектов легко получается JSON и обратно. И это же верно, в общем-то, для Perl, PHP и тому подобного. Чтобы быть конкретным, я предлагаю применять такие два вида ответов. В случае, если ваш бэкенд возвращает какой-то успешный ответ, используется следующего рода структура. Обязательно есть поле статус в JSON, который указывает на успешность, неуспешность выполнения. В случае с успешным выполнением статус OK. Остальные поля ответа – это произвольные данные, которые зависят от конкретной вьюшки. В нашем случае comment ID – это идентификатор нового добавленного коммента. Ну, чтобы в JavaScript с ним можно было что-то сделать. В случае с ошибками очень важно, чтобы все ошибки, которые возвращаются Аяксом, выглядели, обладали единой структурой. Важно, чтобы было поле код. Ну, название может отличаться от приложения к приложению. И поле месседж. В поле код содержится программный код ошибки. Именно на вот это вот поле будет ориентироваться фронт-энд-разработчик, когда будет писать обработчики ошибок. Вот это поле можно показать пользователю. Оно опционально, можно не показывать. Почему мы используем именно свои варианты, то есть свою структуру для сообщения об ошибках? В принципе, мы могли бы использовать стандартные коды HTTP ошибок. То есть 400, 401, 403. Проблема в том, что на практике ошибок гораздо больше, разновидности ошибок возникает гораздо больше, чем HTTP кодов. И, как правило, нужно сообщать дополнительную информацию про эти ошибки. Вот мы здесь видим, что текст сообщает какой-то код, таких кодов могут быть сотни. Сообщается человекочитаемый текст об ошибке. Если мы сохраняем форму через AJAX запрос, нам может понадобиться передать информацию про все поля, формы. То есть каждое поле успешно или неуспешно сохранилось. То есть информация про структуру ошибок, она может быть очень сложной. Поэтому ее неудобно упаковывать в HTTP коды ответов. Нам все равно придется как-то в теле ответа передавать в сервизованном виде эту информацию. Поэтому предлагается поступить проще и не рассчитывать на HTTP коды ответа, всегда отвечать 200, а сообщение об ошибках передавать вот в такой структуре. Смотрите, в такой структуре в основном передаются с кодом HTTP 200, то есть 200 окей. Передаются ошибки бизнес-логики. То есть если ваш сервер не может соединиться с базой данных или произошла какая-то другая ошибка, которую вы не можете обработать, вы можете смело возвращать 500-й код ошибки, то есть выбрасывать exception, возвращать 500-й код ошибки. В таком случае AJAX callback вызван не будет, будет вызван обработчик об ошибке, но скорее всего в этом случае ничего подделать уже нельзя. То есть лучшее, что может сделать фронт-энд-разработчик это написать, чтобы, извините, возникли какие-то внутренние проблемы. Итак, каким образом выводить вот такие данные в GSONY с помощью нашего фреймворка Django? Ну, во-первых, у нас есть стандартный объект, а что HTTP response, мы можем использовать его, главное правильным образом сформировать тело ответа и задать правильный контент тайп. Но удобнее для AJAX запросов создать, для AJAX ответов точнее создать специальные классы. Здесь я их назвал HTTP response AJAX и HTTP response AJAX error. Соответственно, первый класс предполагается использовать для успешных ответов, второй класс для сообщения об ошибках. Классы наследуются, первый класс response AJAX наследуется от стандартного класса HTTP response, второй HTTP response AJAX error наследуется от первого. Мы видим, что в этих классах переопределены только конструкторы, то есть, по сути дела, это другой способ создания того же самого объекта HTTP response. Давайте рассмотрим первый конструктор. Мы видим, что используются два аргумента. Первый – это необязательный аргумент статус, по умолчанию статус OK. То есть, вы можете в response AJAX указать произвольный статус, но по умолчанию это успешный ответ, поэтому статус OK. КВАРКС – это произвольный набор аргументов, то есть, произвольный словарь с аргументами, которые вы хотите вернуть в JavaScript. Что дальше происходит? Мы добавляем статус в этот словарь. Это как бы… вот эта строчка, она гарантирует у нас, что у всех АJAX респонсов, поле статус, оно будет называться именно вот так. Статус. Что у нас не будет разных вариантов, разных форматов ответа. Это очень важно, когда в команде работает множество программистов, чтобы не происходило такого. И далее мы вызываем, собственно говоря, родительский конструктор. В родительский конструктор мы передаем уже стандартные аргументы. Контент – это тело ответа. И контент-тайп. Контент-тайп у нас application JSON, как и следует для ответов, содержащих JSON. А вот содержимое… смотрите, что мы делаем. Мы вызываем функцию JSON.dumps. Это функция из стандартного модуля JSON для сериализации и десериализации JSON. На вход этой функции мы передаем наш словарь с данными, а на выходе будет уже строчка, содержащая JSON. В случае с вторым классом у нас в конструктор передается два метода – код и месседж. То есть мы говорили, что в сообщениях об ошибках у нас должно быть два поля обязательных. Статус должен быть… Поле статус должно всегда совпадать, содержать слово «Ерор». В поле «Код» содержится номер, либо номер, либо описание ошибки для JavaScript программиста и в поле «Месседж» для пользователя. все вызывается родительский конструктор, отсюда вызывается еще родительский конструктор и в результате у нас получается HTTP-респонс, содержащий JSON и правильный контент-тайп. Как использовать данные классы в авьюшке? Давайте посмотрим на примере. Допустим, у нас есть вьюшка, которая добавляет комментарий. Она это делает AJAX-запросом, то есть обрабатывает AJAX-запрос. В принципе, вьюшка похожа на стандартный вью, который мы рассматривали. Создается экземпляр формы. Данные получаются из request-post, то есть в этом нет никакого отличия от обычных запросов. Форма проверяется на корректность. Если форма корректна, происходит сохранение. Проверили на корректность. Сохранили. Получили новый комментарий. Теперь нам нужно вернуть ID-шник комментария в JavaScript. Мы создаем и возвращаем новый HTTP-респонс AJAX. А вот эти аргументы, которые мы передали в конструктор, они будут сериализованы и падут в JSON в результате. Если форма невалидна, мы возвращаем HTTP-респонс AJAX-error. Указываем код ошибки, неправильные параметры и сообщение об ошибке. В общем-то, использование максимально простое. Вот эти два класса, они как раз были сделаны для того, чтобы упростить конструирование, создание таких ответов и гарантировать однообразие формата среди всех вьюшек. Что здесь на этом примере можно еще отметить? Здесь мы замечаем две вещи. Во-первых, не совсем корректно отображаются ошибки формы. То есть мы все ошибки, которые возникли в форме, мы с помощью вот этого вызова, form.error.s.text, сливаем в одну строчку. На самом деле, это не очень хорошая практика, потому что если форма большая, нам нужно конкретно знать, в каких полях были ошибки. У встроенных в Django форм есть другие методы, не s-text, а s-json. Либо s-json, либо s-data. Первый метод возвращает данные формы в виде джессона, что не совсем удобно нам, для нас, потому что мы сами сериализуем джессон. Второй метод s-data возвращает в виде плоской структуры данных. На самом деле, можно немножко усовершенствовать наши коды ответа, чтобы они принимали те данные, которые вернула форма. Но это не критично. То есть, при возврате ошибок из формы, в чем суть? При возврате ошибок из формы, важно сохранить максимальную детализацию. Здесь мы этого не сделали, поскольку это такой пример демонстрационный, но в рабочих проектах это крайне желательно, чтобы на стороне JavaScript мы могли знать, какое конкретно поле привело к ошибке. Второй момент, на который следует обратить внимание, это декоратор. В обычных вьюшках мы использовали декоратор login-required, чтобы обозначить, что для данной вьюшки требуется авторизация, то есть, что нужно, чтобы пользователь был авторизован. Если пользователь был не авторизован, декоратор login-required делал редирект, то есть, возвращал пользователя на страницу авторизации. В случае с технологией AJAX такой подход работать не будет, потому что на страницу авторизации попадет не пользователь, а конкретный AJAX-запрос. Пользователь не увидит этой страницы. Будет просто некоторая ошибка в JavaScript. В случае с AJAX-запросами для нас важно передать ошибку об отсутствии авторизации в виде поля в JSON, чтобы фронтенд-разработчик мог эту ошибку перехватить и показать форму авторизации самостоятельно. Давайте посмотрим, как такой декоратор может быть устроен. Вот здесь приведен пример декоратора login-required-AJAX. для проверки авторизации. Ну, вот эта обертка нас не интересует, просто это относится к коду декоратора. Интересующий нас код находится вот здесь. Давайте смотреть по строчкам. Первое, что мы делаем, проверяем, что пользователь аутентифицирован он или нет. То есть, вызываем метод isAuthenticated. Если пользователь авторизован, с ним все хорошо, мы просто вызываем декорируемую вьюшку. То есть, вызываем ту функцию, которая изначально была декорирована. Передаем ей все необходимые аргументы, возвращаем ее значение. Если пользователь не авторизован, и нам нужно сообщить про это клиенту. В таком случае мы смотрим, мы вызываем метод request из AJAX. С помощью этого метода можно проверить, является ли запрос AJAX запросом, либо обычным. Как я уже говорил, надежного метода проверки нету, но если вы используете для AJAX запросов всегда только библиотеку, какую-то конкретную, например, jQuery, эта библиотека будет передавать специальный заголовок xRequestedWiz, про который мы говорили в начале урока. И, соответственно, с помощью метода request из AJAX можно проверить наличие этого заголовка и понять, что происходит AJAX запрос. В таком случае, если пользователь не авторизован, а у нас происходит AJAX запрос, нам необходимо вернуть ошибку. Поэтому вместо редиректа возвращается HTTP response AJAX error, то есть это 200-й ответ со специальным кодом, но аус. Соответственно, JavaScript программист должен перехватить этот код и показать форму авторизации. В случае, если у нас не AJAX запрос, то мы поступаем стандартным образом. То есть отправляем браузер на URL логин. Ну, соответственно, сохраняем текущий URL в параметре continue, чтобы браузер знал, куда вернуться. Таким образом, у нас получился универсальный декоратор, который может требовать авторизацию и для AJAX запросов, и для обычных запросов. Тут следует отметить, что этот декоратор, он довольно сильно завязан на конкретное приложение. То есть его придется писать в каждом приложении свое. Ну, почему? Потому что, во-первых, мы вот указали явно URL. То есть мы должны знать URL страницы логина. А во-вторых, мы используем HTTP RESPONSE AJAX ERROR. Это класс, который мы недавно создали самостоятельно. Он, естественно, тоже специфичен для нашего приложения. Поэтому вот такого декоратора еще как бы нету в стандартном комплекте Django. И в завершении обсуждения технологии AJAX давайте разберем такую вещь, как CORS. CORS, CROSS ORIGIN RESOURCE SHARING. Мы про эту технологию говорили в начале. Эта технология позволяет осуществлять CROSS-доменные AJAX запросы. Первоначально AJAX запросы ограничены строго по домену. То есть браузер делает запросы, позволяет осуществлять AJAX запросы только конкретному домену. В некоторых случаях довольно часто требуется делать CROSS-доменные запросы. Например, когда вы делаете какой-то виджет. То есть это очень популярно в современных приложениях. Например, вы делаете виджет для комментирования. Отдаете свой JavaScript-код произвольному сайту, партнеру. Этот сайт устанавливает JavaScript на своих страницах и на его страницах появляется функционал комментирования, который разрабатываете вы. По такому принципу работает, например, популярный сервер DISCUS. Естественно, что JavaScript-код выполняется на сайте партнера и делает AJAX-запросы к вашему сайту. Домены различные, поэтому, казалось бы, работать ничего не должно. Для преодоления используется технология CORS. В чем суть? Дело в том, что браузер выполняет AJAX-запросы даже при различных доменах. То есть выполняет даже кросс-доменные AJAX-запросы. Но если домены различаются, то браузер не показывает результатов выполнения. То есть JavaScript, который работает на чужом домене, у него не будет вызван коллбэк, вы не получите результаты, которые вернул вам сервер. Для того, чтобы преодолеть это и разрешить браузеру возвращать результаты от кросс-доменных AJAX-запросов, в технологии CORS присутствуют два специальных заголовка. То есть CORS это по сути дела набор заголовков, которые расширяют протокол HTTP. Итак, посмотрим работу на следующей схеме. Допустим, у нас есть веб-клиент, какой-то JavaScript, работающий на домене partner.org. Он осуществляет AJAX-запрос к вашему серверу, который, допустим, на домене blocks.com. Домены различаются, различаются полностью, поэтому просто так AJAX работать не будет. Браузер делает AJAX-запрос. С точки зрения HTTP, это обычный GET-запрос, но поскольку браузер понимает, что происходит AJAX-запрос и что домены разные, он добавляет специальный заголовок ORIGIN. В заголовке ORIGIN присутствует ну, он так и называется ORIGIN, то есть происхождение ORIGIN данного запроса. По факту ORIGIN это URL главной страницы сайта, то есть HTTP двоеточие partner.org. Слыша в конце нет, вот небольшая ошибка. То есть при каждом кроссдоменном AJAX-запросе браузер передает специальный дополнительный заголовок ORIGIN. С помощью этого заголовка ваш сервер может определить, понять, откуда происходит AJAX-запрос. Поскольку веб-сервер может это определить, он может решить, стоит доверять данные, которые он возвращает сайту приложению partner.org. Либо не стоит этого делать. Если веб-сервер решает, что следует доверить, он должен выставить специальный заголовок access control allow origin. То есть отдает обычный ответ HTTP 200, здесь вероятно какой-то JSON, поскольку это AJAX, и плюс дополнительный заголовок access control allow origin. Этот заголовок и покажет браузеру, что на самом деле нужно разрешить передачу данных при кроссдоменном маяк запросе, и JavaScript получит загружаемые данные. Давайте еще раз пройдемся по заголовкам. При кроссдоменном маяк запросе, если браузер поддерживает технологию CORS, а это большинство современных браузеров и Internet Explorer, начиная с 10 версии, фактически сейчас это подавляющее большинство браузеров, то при кроссдоменном маяк запросе будет передаваться заголовок origin, в котором указывается сайт, инициатор кроссдоменного запроса. веб-сервер, если он согласен предоставить данные, то есть разрешает предоставить данные для данного аяк запроса, возвращает заголовок access control allow origin, такой длинный заголовок. Значение этого заголовка должно совпадать либо должно совпадать с переданным заголовком origin, то есть явно указывает, что он согласен предоставить данные для данного origin, либо должно быть вот таким, то есть звездочка это предоставить для кого угодно. Ситуация несколько усложняется, если запрос требует передачи кук, то есть по умолчанию при кроссдоменных запросах, как мы знаем при обсуждении проблемы с CSRF, браузер передает куки, то есть если вы загружаете данные с чужого домена, куки будут переданы, это нормальное поведение. При AJAX запросах для того, чтобы куки были переданы, требуется поставить специальный флажок. Это дополнительная опция в API AJAX. Если куки переданы, то от сервера требуется дополнительно вот такой флаг, вот такой заголовок Access Control Allow Credentials. Значение либо True, либо False. Этот заголовок означает, что следует предоставить данные при кроссдоменном маяк запросе при условии, что были переданы куки, что мы доверяем тем кукам, которые пришли вот таким образом. Вот так функционирует корс. Для особых запросов типа Put ситуация несколько сложнее, для Get и Post запросов она попроще, то есть выглядит так. И для обработки корс можно сделать небольшой декоратор, который упрощает работу. Прежде чем использовать корс и включать его везде, нужно подумать о том, что на самом деле ограничение введено не просто так, и это ограничение введено для поддержания безопасности. Поэтому вообще не следует разрешать делать кросс-домен на як-запросы кому попало. То есть идея добавлять звездочку в access control hello origin она на самом деле плохая. Хорошей практикой является проверка каждого заголовка origin. При каждом запросе вы должны проверять. Если пришел заголовок origin, то либо нужно проверять, что он заканчивается на правильный какой-то суффикс, либо просто проверять по списку доверенных, что вы действительно доверяете вашему партнеру. И вот теперь посмотрим пример декоратора. Этот декоратор добавляется к любой вьюшке, которая обрабатывает кросс-доменные запросы. Ну, вот таким образом. AllowCourse, здесь какой-то код вьюшки, dev-view. Что этот декоратор делает? Посмотрим. Так, нас интересует вот этот код, который находится внутри. Во-первых, мы выполняем исходную вьюшку, получаем ответ. Далее смотрим на наличие заголовка origin. Если у нас заголовка origin нет, значит, что происходит обычный аяк-запрос. То есть заголовок origin появляется только при кросс-доменных запросах. Если запроса origin нет, мы просто возвращаем ответ. То есть очевидно, что запрос нашего домена и все хорошо. Если заголовок origin есть, тогда мы берем специальную переменную из настроек whitelist. эту переменную мы придумали сами, это список доверенных доменов и начинаем перебирать домены. Если мы видим, что заголовок origin заканчивается на какой-то из разрешенных доменов, то есть это под домен одного из наших партнеров, либо совпадает с нашим партнером, в таком случае мы понимаем, что кросс-доменный запрос нужно разрешить и добавляем заголовок access control allow origin соответственно возвращаем response в принципе у этого декоратора есть один недостаток мы сначала выполняем запрос а потом показываем браузеру следует ли показывать результаты можно сделать даже даже более серьезную защиту то есть не просто не показывать результат а сначала проверять заголовок origin и только потом вызывать код в юшке это будет даже правильнее надо сказать ну окей так или иначе с помощью технологии course мы можем выборочно разрешить кросс-доменные запросы и тем самым предоставить свое API для клиентской части других веб-приложений технология course она очень популярна при реализации разного рода виджетов и мешап так называемого на фронт-энде веб-приложений и веб-приложений по м веб-приложений Продолжение следует...